Сегодня мы поговорим о традиционных средствах передвижения Карела сквозь призму Карело-финского эпоса. В 1994 году Российской Академии Наук был издан Карело-финский народный эпос, двуязычное издание песенной эпической традиции Карелов, финнов и жор, составленное Виктором Яковлевичем Евсимовым. Данное издание и послужило основным источником для данного доклада. Руны, опубликованные в сборнике, собирались филианскими российскими исследователями на протяжении 19-20 веков и являются потенциально глубоким источником по этнологии и мифологии Карела. В цельх доклада посредством анализа Карело-финского народного эпоса выявить образ традиционного транспорта Карелов в лодке и саней, отразившийся в фольклорном сознании этноса. Имея большой потенциал и широту мифологических образов, Карело-финские эпические песни привлекают внимание этнологов. К примеру, к ним в своих работах обращались Алексей Петрович Конко, Татьяна Владимировна Пашкова, Ирина Юрьевна, Винокурова. Для доклада же в качестве ценного литературного источника послужили работы Марии Владимировны Кундазёровой. В эпосе описываются такие средства передвижения, как лодка, сани и лыжи, среди которых по частоте упоминаний и множественности образов выделяется лодка. Меньше всего, то есть только два раза я встретилась упоминанием лыж, поэтому сегодня мы о лыжах не будем говорить. Строителем лодки выступает Вени Мёнин, эпический герой, первый человек, рожденный богиней Эльматор. Данный сюжет является схожим сюжетом создания Вени Мёнина Кантеля, национального музыкального инструмента. Так, лодка и кантеля являются дарами получеловека-полубога-людям. При создании лодки Вени Мёнин использовал силу словесного закона. В целом, заговорная традиция была повсеместно распространена в Карелии и применялась при лечении болезней в обрядовой магии. В качестве заветного слова использовались также эпические песни. К примеру, руна о рождении железа применялась при заглядии кровотечения. Традиционным материалом для лодки служило дерево. Для изготовления лодки шинтика использовали сосном для долбленки более легкий материал – осину. В эпосе герой из осины шьет водку шинтик. Согласно исследованиям Константина Кузьмича Логинова, среди народов Карелии осина воспринималась как нечистое дерево и не применялось в строительстве жилых помещений. Исключением было только строительство лодок-долбленок. Древесина осины легко поддавалась распариванию и растягиванию над костром. Такое растянутое бревно становилось основой для финских долбленок, сверху на которых нашивались дополнительные борта. Вероятно, что именно такая финская долбленка стала прототипом лодки, изготовленной Венимёнином. Для изготовления лодки в рунах Венимёнин использует нетипичный для строительства материал дуб. В карельской эпической традиции дуб представляется как мировое дерево, возникшее в начале творения мира. Дуб, наделенный магическими свойствами, использовали в обрядовой магии, к примеру, для поднятия славутости в лембе. Лодка из дуба могла восприниматься карелами в качестве посредника между мирами живых и мертвых, объекта, на который не действовали потусторонние силы. На лодке эпические герои преодолевали препятствия, которые были не по силам бешему человеку. Отправившись в потусторонний мир, который ограничивался от мира живых рекой, герою необходим был перевозчик на лодке. В целом, верование, что река разделяла миры живых и умерших, отразилось и в похоронной культуре карелов. В частности, в Северной Карелии существовала традиция на могилу умершего класть носовую или кормовую часть лодки, в зависимости от полуусопшего, для того, чтобы покойник смог перебраться через реку смерти. С этой же целью, как отмечает Юга Юлевич Суховска, в древности Карелы покойников хоронили в долбенных колодах. В тех селениях, где кладбище размещали на островах, для транспортировки покойников использовали лодку, а в зимнее время умершего перевозили по льду на санях. Герой, в данном случае Вени Мёнин, отправляется в мир мертвых с целью получить знания. Это либо слова для загорода лодки, либо же за материальными вещами, например, для полоса, за полосом для саней и песен, за шилом или вязом, а также и за самими санями. Примечательно, что все предметы, за которыми отправляются эпические герои в загробный мир, они связаны с транспортом. Но, вероятно, это может указывать на сложность, с которой сталкивался Карел при изготовлении саней и лодки, а также на сакральные функции, которыми этот транспорт наделялся. Лодка помогала эпическим героям не только попадать в загробный мир, но и возвращаться из него. Вени Мёнин отправился уже к умершему, бросшему в землю рунопевцу Виппенеку, и, оказавшись в могиле покойного, был мертвецом проглочен. Для того, чтобы вернуться на белый свет, Вени Мёнин изготавливает лодку, по которой выплывает из чрева покойника. Интересно и представляется возможность связать между собой сюжеты изготовления лодки и возвращения на ней героя из мира мертвых. Так, как говорилось выше, в эпических песнях герой для изготовления лодки использовал осину и леду. В славянской традиции предметы из осины использовались в качестве посредника между миром человека и потусторонними силами, а также служили для человека оберегом. Обереженные свойства осины были знакомы вепсам. Вероятно, аналогичные представления существовали у карелов и отразились в сюжете о загробном мире, в который попадает эпический герой. В эпосе также встречается стирание грани между стихиями и возникают сюжеты, в которых в водном пространстве герой передвигается на санях. В частности, в руне о состязании в Вене и Старый Венемене сталкиваются с санями Елко-Хайнина, и столкновения их происходят на широкой глади моря. Такое смешивание стихий подчеркивает сезонность использования традиционных средств передвижения. В Карелии в зимнее время года лодка сменялась санями. В карельской фольклоре сохранились загадки о лодке и санях, которые зеркально отражают друг друга и подтверждают смену вида транспорта в зависимости от времени года. Летом бегает, зимой спит лодка. Летом спит, зимой бегает саня. Также в карельских загадках подчеркивается схожесть этих двух видов транспорта. Например, в загадке о лодке употребляется сравнение с санями. Человек тянул, оглоплик гнулись, сани выдержали, дорога развалилась. В сравнении с лодкой образность саней в кареллофинском эпосе несколько скуднее. В эпических песнях отражается применяемый для строительства саней материал. К примеру, в руне с ватовстве кузнеца Ильмальдена у героя сани имели из серебра полозья, а копылки же из злата. Но в дороге сани ломаются, и кузнец изготавливает полозья из ствола березы. Действительно, материалом для полоза и копыльев у карелов служила береза, которую изготавливали ранней весной. Еще пока стояли морозы. Средства передвижения они служили маркером социального статуса. Герои отправляются за невестами на золотых, расписных и красных санях. В XIX веке лодка и дровни имелись практически в каждой карельской семье, а красивые выездные сани – корью, и могли себе позволить только зажиточные крестьяне. Выездные сани применялись в свадебной традиции еще в середине XX века. К примеру, информантка 1932 года, рождение из деревни Терки, Антопорского района, вспоминала, как она была ребенком и видела, была свидетельницей в одной свадьбе, где жених ехал к невесте на расписных, украшенных санях. Таким образом, в представлении карелов лодка – это средство передвижения, созданное прародителем из сакрального материала, обладающее сверхъестественными способностями, благодаря которым является проводником в отусторонний мир. В эпосе отражается устойчивая традиция смены вида транспорта карелами в зависимости от времени года. Лодка и сани применялись в похородной и свадебной обрядности карелов, а также отражали социальный статус владельца. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Галина Викторовна. Есть ли вопросы? Будьте добры. Спасибо, очень такой интересный доклад. Если говорить о лодке, то вот в сюжете о свадовстве, там ведь… А, в сюжете о свадовстве, да, там, и вот эти герои едут свататься тоже в чужой мир, и они едут и на санях, и на лодке, да, то есть и то, и то. В мерах не было это, хотя это очень распространено, да, это могло… Тут тоже можно говорить, что в зависимости от сезона они могли делать это так или так. Ну, хотя вот они на санях едут не по… тут не с зимой связано, они едут именно по талому морю, то есть они едут по незамерзшей воде. И, наверное, тут как-то было сказано, что карелатинский эпос, карельские руны, что же это все-таки такое, да? Да, у Евсеева собраны здесь в этой книге карельские эпические песни, у него собраны песни, по-моему, там, 19 века, которые в СКВР были опубликованы с переводом на русскую петральню, да, и вот эти песни, которые уже в советское время им самим были собраны. То есть какие эпическая традиции, отражающие материалы, как 19-20 века, да, чтобы понять, что вы такие, что такое карелатинский эпос. Все? Вопросы есть еще? Я думаю, да. Все молчат, поэтому, наверное, нет. Спасибо за интересный доклад, интересный материал, Галина Викторовна. Но сейчас будет два доклада посвящены юбилею. Подождите, пожалуйста, Мария Кундозерова, по-моему, хочет спросить. Так. Так, коллеги, добрый день, слышно ли меня? Да, слышно, Мария. Ага, спасибо большое, Галине Викторовне, за доклад, я прислушала, да, я тут с помощницей. Не могу не прокомментировать, поскольку было упомянуто также и мое имя в начале доклада, спасибо большое за такую честь. Я, когда увидела название этого доклада, да, карелатинский эпос, подумала, что речь пойдет про Калевалу. И когда все-таки Галина Викторовна показала, да, источник текстов для своего доклада, я так обрадовалась, что хорошо, наконец-то хоть где-то речь будет не о Калевале, а о народных рунах. Но, тем не менее, когда пошла речь про Вяйна Мюнина, откуда-то у Галины Викторовны проскользнула мысль о том, что Вяйна Мюнин был рожден девой Илматор. И опять-таки, да, это нас всех отбросило, опять Кепас укаливало, поскольку в народных рунах Вяйна Мюнин, конечно, не был никем рожден, и образ девы Илматор – это выдумка Элиаса Леонарета. И потом я бы хотела такой еще небольшой комментарий сказать по поводу того, как все-таки иногда сложно бывает интерпретировать вот эти вот тексты рун специалистам, которые не владеют языком оригинала. Это как бы очень такое расхожее затруднение, но дело в том, что вот, например, изготовление лодки, когда Вяйна Мюнин отправляется в Туонулу, его там переправляют на лодки. Но вообще в народных рунах его цель, его путешествие в Туонулу именно как раз мотивировка заключается в том, что ему не хватает несколько слов для изготовления лодки. То есть, как правило, в большинстве текстов рун Вяйна Мюнин создает лодку не из какого-то дерева, а он ее создает посредством пения, посредством магии, не из чего абсолютно, и когда ему не хватает трех слов, он в Туонулу отправляется. И если мы посмотрим на лексику, которая была использована в изначальных рунах, то Вяйна Мюнин создает лодку Венех, а когда он уже подходит к берегу Туонулы и зовет переправщика, то там его уже переправляют на немножечко других средствах, которые называются карбас или плод. Там карбас, лаута и так далее. То есть, как бы тут такая лексическая разница, получается, вроде как Вяйна Мюнин строит самую первую лодку, тем не менее он приходит на берег Туонулы, а там лодка уже тоже есть, но в карельском языке эта разница заметна, поскольку использована разная лексика. И также пример на слайде, который был о санях, я обратила внимание на то, что в оригинале не говорится о том, что герои едут на санях, а это само слово сани появилось уже в переводе Евсеева, поэтому, как бы, да, опять-таки еще, может быть, не очень хорошо, как бы, говорить, не очень я люблю про это говорить, но к переводам Владимира Яковлевича Евсеева иногда нужно проходить с такой, с такой, с критической позиции. Вот. А так, очень большое спасибо за доклад. Спасибо. Спасибо большое, Мария Владимировна, за ваши комментарии. Я учту. Скажи, что мне зовут Вая.